В октябре 2019 года Россию впервые посетил Геше Тензин Сопа. Он принял участие в ретритах под руководством Ламы Сопы Ринпоче в Листе и Москве, где читал лекции и проводил практические сессии медитаций. По просьбе Московского центра ФПМТ Ганден Тендар Линг и фонда «Сохраним Тибет» В специальном интервью Геше Тензин Сопа ответил на вопрос о взаимоотношениях учителя и ученика в буддийской традиции. Гешила. По моим наблюдениям, тибетцы обладают сильной верой к своим духовным учителям. И иногда такая вера кажется слепой. А вот западным буддистам, естественно, придаваться критическому анализу. Вопрос. Как найти срединный путь между необходимостью исследовать учителя и при этом развивать устойчивую, искреннюю веру в него? Я думаю, срединный путь – это тот путь, который нам нужен. Даже нам, тибетцам или жителям Гималайского региона, не так-то просто полностью довериться кому-то и начать относиться к нему как к гуру. Это нелегко. Может показаться, что люди полагаются только на веру, ничего не анализируют и просто идут к любому учителю, который им нравится. Есть некоторые люди, в основном малообразованные, неграмотные, люди старшего поколения, глядя на которых, можно подумать, что они не очень-то задаются вопросами, а просто полностью полагаются на конкретного учителя без особой проверки. Просто получают посвящение, принимают обеты и так далее. Но на самом деле, их уверенность в учителе основывается на доверии к организации или монастырю, которые подтверждают, что этот конкретный учитель имеет право даровать посвящение и учение. Так что это происходит не потому, что люди изначально доверяли учителя и потому решили вступить с ним в отношение гуру-ученик. Они доверяют организации, монастырю, потому что эти хорошо известные, хорошо зарекомендовавшие себя, заслужившие доверие, организация или монастырь приглашали этого учителя проводить учения и даровать посвящение. В таком случае люди без каких-либо дополнительных проверок идут на учения и получают посвящение и принимают обеты. Это то, что вы видите у тибетцев и других гималайских народов, среди тех, кто не получил образования и даже скорее среди неграмотных людей. Они, я думаю, могут ни о чем не беспокоиться, потому что если ламу уполномочен даровать такие учения, значит, это квалифицированный наставник. Я думаю, что вероятность того, что их отношения в будущем будут как-то окрашены негативно, очень мало. Кроме того, в таких случаях отношения гуру-ученик устанавливаются прежде всего в рамках учений, что не подразумевает какого-то личного общения. Пример таких наставников его святейшество Далай-лама или какие-то высокие ламы из разных монастырей, даже ламы Сопа Ринпоче. Если монастырь Капан или монастырь Сарадже проводят учения ламы Сопа Ринпоче, приглашают его даровать посвящение, там соберутся тысячи людей. Многие из них не знакомы лично с ламой Сопой или никогда лично не общались с Далай-ламой. Но они примерно представляют себе, кто такой Далай-лама из рассказов других. Или они примерно знают, кто такой лама Сопа Ринпоче, потому что знают, что монастырь Капан хорошо зарекомендовал себя, и лама Сопа является гуру этого монастыря. И многие монахи являются его последователями. Так что они думают, «Я могу последовать за ним, это правильный учитель». Но после того, как учения закончились, у 99% людей, которые пришли на посвящение, не будет даже возможности напрямую поздороваться с ламой. Но какое бы они ни получили учение, они принимают его всем сердцем, они практикуют, и самое главное, они видят в этом наставнике источник вдохновения, чтобы постоянно поддерживать свою практику, развивать ее. И уже одно это очень благотворно для их духовного пути. в таких обстоятельствах гуру выполняет работу гуру, даже если нет личного взаимодействия с учеником. Работа гуру – вдохновлять ученика, чтобы тот продолжал практиковать, развивать сердечность, применять учения, которые даровал наставник. А в случае посвящения следовать взятым во время него обязательствам. Обычно посвящение подразумевает принятие обязательств, и все, кто пришли на него, принимают эти обязательства и усердно выполняют. И в этом смысле неважно, есть ли у гуру личные отношения с учеником или нет, живущий ли это ныне человек или нет, жив гуру или уже нет, находится он в том же городе или нет, будет ли еще возможность получить у него посвящение или нет. С этого дня и навсегда именно этот гуру становится их источником вдохновения. И это всегда будет приносить им пользу, пойдет на благо их духовной практики даже в следующей жизни. В этом смысле гуру идеально выполняет работу гуру, и ученик получает все блага вверение себя гуру. Если мы берем такую ситуацию, то здесь все прекрасно. Но если мы возьмем тех, у кого есть какое-то образование, познание философии, например, монахов и монахинь в тибетских монастырях, то о них, наверное, можно сказать, что они гораздо скептичнее настроены. Например, можно сравнить меня и какого-нибудь начинающего западного буддиста. Я могу быть даже более скептично настроен, чем он или она. Когда речь идет о том, чтобы вверить себя кому-то, начать видеть кого-то как своего гуру, или даже просто получить от него посвящение, обеты, установить отношения гуру-ученик, я думаю, мы даже еще более критично настроены. И это нормально. Можно учиться у кого-то, не вступая в отношения гуру-ученик, просто учиться, оставаясь в рамках обычных отношений учителя и ученика. Со временем вы можете прийти к тому, что начнете испытывать определенное доверие, уверенность, начнете чувствовать, что даже в трудных обстоятельствах вы можете поддерживать свои обязательства, сохранять преданность этому человеку. Вот тогда-то вы, наконец, начинаете видеть этого учителя как гуру и вступаете с ним в отношения гуру-ученик. В наших монастырях мы посещаем много занятий, лекций, которые читают самые разные люди. Мы относимся к ним с уважением, но во многих случаях не воспринимаем их даже как духовных наставников. Это скорее так, его работа учить, моя работа учиться, я просто иду в класс и учусь. За этим нет никакой духовной идеи. Так что у нас проходит много времени, прежде чем мы придем к убежденности в том, что конкретный наставник наш гуру. Но после того, как решение уже принято, в силу того, что в основе отношений лежит тщательный анализ, внимательное изучение, они становятся настолько прочными, что практически ничто не способно их разрушить. Даже если гуру иногда проявляет что-то, что противоречит дхарме или нашему вдохновению, мы можем найти для себя решение, как с этим справиться. Я думаю, что это происходит не только на Западе. Как вы и сказали, сам Будда говорил своим ученикам, что нужно анализировать, а не просто вверять себя кому-то как гуру. Мы должны анализировать и само учение, использовать логику, здравый смысл, применять учение на практике и принимать его, если оно действительно приносит пользу. Мы монахи именно так и учимся. Мы изучаем множество разных текстов, получаем учения от разных наставников. И иногда там может быть что-то, что не имеет для нас пользы. Тогда мы это просто отбрасываем. Иногда в процессе вы можете осознать, что этот человек не стоит того, чтобы стать вашим гуру. Тогда вы просто отходите от него, не критикуете, просто отходите в сторону. Мы выбираем лучшего из лучших. Но если выбор сделан, это обязательство на всю жизнь, навсегда. это один момент. Далее, если говорить о том, как установить отношения гуру-ученик, есть несколько путей. Первый это тщательное изучение качеств гуру. В этом случае, если вы со временем убедились, что этот человек обладает всеми качествами гуру, то вы вверяетесь ему как ученик. Другой тип отношений может установиться в силу прошлой кармы. В тот момент, когда вы встречаете этого конкретного человека, его или ее, монаха или мирянина, между вами мгновенно возникают особые отношения. такое тоже бывает. Возможно, по сравнению с первым вариантом, этот встречается реже. Некоторые люди очень эмоциональны. Они могут переживать сильные эмоции, когда учитель говорит что-то вдохновляющее или возвышенное. они чувствуют духовную связь с ним. В этом случае вам надо проверить, что это просто эмоция или же это чувство идет из глубины вашего сердца, как если бы созрел кармический отпечаток. Я думаю, на ученике лежит определенная ответственность, он должен тщательно проверять свои ощущения. Всякий раз, когда вы чувствуете вдохновение, особенно в процессе поиска учителя, вы должны убедиться, что это действительно созревание прошлых кармических отпечатков, и вы нашли своего гуру с первой встречи. Но если это лишь эмоции, вы должны отдавать себе в этом отчет, потому что если это эмоция, она может быть неустойчивой. Если в какой-то момент вы, не осознавая того, увидите гуру в зеркале своих собственных омрачений, ваше вдохновение улетучится, или же если гуру не будет постоянно являть те благие деяния, которые вас так впечатлили поначалу, вы можете утратить свою веру. Поэтому вы должны понимать, что происходит внутри вас. Но прошлые кармические связи это один из способов установления отношений между гуру и учеником. Это может произойти в момент встречи. Например, бывает, что вам достаточно услышать имя, увидеть фотографию, иногда просто увидеть учителя во сне. Или вы чувствуете, что даже если этот человек находится на другом конце земли, между вами может произойти что-то особое. У вас может быть предчувствие, что вы встретите кого-то особенного. Это своего рода кармическая сила, которая вступает в действие. Еще один вариант, еще более редкий, когда гуру находит ученика. Например, Лама Цанкапа и его младший ученик Хидрубдже или Миларепа и Гампопа. А лично для меня это такой пример, как Лама Еше и Лама Сопа. Думаю, так можно сказать, потому что если вы посмотрите на историю Лама Еше и Ламы Сопы, до их встречи Лама Сопа был учеником Гешираптена. Так случилось, что учителя обменялись учениками. Я не знаю, чья это была идея, но в итоге Лама Сопа именно так встретился с Ламой Еше. Возможно, Лама Еше сказал, давайте обменяемся учениками, приведите ко мне Ламу Сопу. Тогда это действительно пример того, как гуру находит ученика. Что касается Кедрубадже, он вызвал Ламу Цанкапу на философский диспут, когда тот прибыл в его город. И он очень хотел одержать победу в диспуте, а Лама Цанкапа тогда подумал, он станет моим учеником, моим главным учеником. и со временем тот действительно стал его учеником. Так что можно сказать, что есть три пути, которыми вы можете прийти к своему гуру. Далее, если говорить о том, как извлечь пользу от установления отношений гуру-ученик, тут должны быть взаимные усилия с обеих сторон. Хотя говорят о десяти качествах сутрического гуру, махаянского гуру, тантрического гуру и так далее, Майтрея сказал, что гуру должен обладать минимум пятью качествами, чтобы действительно принести ученику пользу. он должен прежде всего обладать мирным, безмятежным, обузданным умом, быть сострадательным и добрым, а также знающим. Под обузданным умом здесь подразумевается, что учитель живет, соблюдая строгие нравственные принципы. его тело, речь и ум не находятся под властью омрачения. Он придерживается строгого нравственного поведения. Безмятежный ум у того, кто обрел мир в сердце. Его сердце находится в согласии с добродетелью и не находится во власти эмоций. Возможно, учитель, гуру, является обычным человеком, но он должен обладать такими качествами. Обычные люди могут находиться под властью омрачений, желания, гнева, ненависти и так далее. Но даже если омрачения возникают, учитель способен держать их под контролем, он не выражает их внешне. также учитель должен обладать мирным умом, что значит быть самоотверженным, бескорыстным. Для него важно позаботиться о пользе учеников, а не только о себе. если он реализовал пустотность, бессамостность очень хорошо. Если нет, он должен всегда помнить, что цель его жизни помогать ученикам. Затем идут сострадания, доброта, щедрость. И, конечно, у него должно быть больше знаний, чем у ученика, чтобы тот мог у него чему-то научиться. Это минимальный набор качеств, которыми, по словам Майтреи, обязательно должен обладать учитель. Но и ученик тоже должен обладать определенными качествами. Кажется, это было в 400 строфах Арьедевы о том, что ученик должен быть беспристрастным. Это одно из качеств ученика, необходимое, чтобы после встречи с гуру получить всю возможную духовную пользу. Вы должны сохранять в своем сердце очень ясное понимание цели. Зачем вы искали гуру? Зачем вы устанавливали связь гуру-ученик? Вы должны четко помнить цель. Ваша цель это пробуждение, освобождение, дхарма, а не что-то мирское. Вы ищете гуру, но не мирского друга. Это означает, что ваши отношения должны быть свободны от обыденных мирских эмоций. не должно быть так, что когда гуру проявляет доброту, вы счастливы, а когда гуру с вами строг, дает много домашних заданий для практики, вам кажется, что это слишком. Под беспристрастностью здесь подразумевается, что вы знаете, для чего вы устанавливаете эти отношения с гуру, ради достижения освобождения и пробуждения и ни для чего иного. Затем мудрость. Ученик должен обладать базовой мудростью, позволяющей понимать, что приносит пользу его духовной практике и принимать это. Но если кто-то, пусть даже это ваш гуру, говорит нечто, что противоречит дхарме, добродетели, нравственности, вы не должны это принимать. Вам нужна базовая мудрость такого рода. Следующее качество — усердие. Ученик должен много практиковать, много работать. Как говорил Будда, «Я не могу передать вам свое благословение и силу, не могу смыть ваши грехи. Я даю вам дхарму, методы, но вы должны применять их на практике». Так что вы должны много и прилежно практиковать, вы должны стараться. В целом вот так. Когда оба гуру и ученик обладают необходимыми качествами, тогда вы извлекаете из этих отношений только пользу. и по у и . Продолжение следует...